Субсидирование билетов, увеличение парка воздушных судов, повышение заработной платы. Итоги работы за 2016 год подвели в авиакомпании «Алроса». На хозактиве традиционно выступили представители подразделений со своими замечаниями и предложениями. А руководители предприятия обозначили цели и задачи на будущее. Тему продолжат мои мирнинские коллеги. Летать стали больше, летать стали чаще. Доклады на хозяйственном активе авиакомпании выдержаны в оптимистичном ключе. Прошлый год предприятие завершило с хорошими показателями. На 22% увеличены пассажирские перевозки. Бюджет дополнительно пополнили на 350 миллионов рублей. Зарплата персонала выросла в среднем на 3%. Мы почти на 22% приросли с плюсом. В абсолютных показателях это 350 тысяч, 351 тысяч мы перевезли с вами в 2015 году. И уже 425 тысяч перевезли в 2016 году. Эффективность работы достигнута в том числе и за счет субсидированных программ, как региональных, так и общероссийских. В 2016-м льготные тарифы установили на четырех направлениях. Здесь у нас попадает 4 маршрута в эту программу. Это «Мирный Москва», «Мирный Санкт-Петербург», «Мирный Екатеринбург». И первый раз маршрут в эту программу попал «Мирный Новосибирск». И два маршрута из аэропорта «Полярный». «Полярный Москва» и «Полярный Новосибирск». В работе авиаторов есть и минусы, отметил генеральный директор Андрей Гулов. Вертолеты в 2016-м использовали лишь на 10% от плана. Оставляет желать лучшего и безопасность полетов. Три самолета совершили аварийную посадку. Август месяц. Шикарная погода. Ветер 2 метра в секунду. Полоса ледное поле. 4200 ледное поле. Поперек 500 метров. На косу летают, садятся поперек. Не хватило этой полосы, чтобы остаться в пределах ледного поля. Чтобы не повредить воздушное судно, чтобы не подвергать жизни, чтобы не было пассажиров, своей жизни, жизни летчиков-наблюдателей Томакинской экспедиции. В 2017-м авиаторы планируют не снижать темпов сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года. В том числе и за счет обновления парка воздушных судов. Два самолета авиакомпания приобретет в Лизинг. Сейчас восстанавливают Ан-38. В дальнейшем его используют на внутренних перевозках. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».